Время новостей на канале 24КЗ. С вами Арастан Балтин. Здравствуйте. Снегопады и дожди. Гололед и сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду. Ну а в Павлодаре оценивают ущерб, нанесенный недавним ураганом. Сильный ветер оборвал линии электропередачи и в результате несколько районов города остались без электричества и водоснабжения. Так как произошел сбой в работе водонасосной станции, коммунальщики продолжают восстановительные работы, а страховые компании оценивают ущерб от поваленных деревьев. Повреждено несколько автомобилей. Напомню, одно из деревьев упало на женщину, которая скончалась в больнице. А в Североказахстанской области во время непогоды пострадали 120 человек. Шестерых врачи госпитализировали серьезными травмами. Порывы ветра в Североказахстанской области достигали 29 метров в секунду, а уровень выпавших за сутки осадков местами превысил 16 миллиметров. Это больше средней декадной нормы. За истекшие сутки на территории области зарегистрировали три ДТП. В них пострадали три человека. Врач больницы скорой помощи Денис Петров напомнил, как обезопасить себя в непогоду. В связи с погодными условиями отмечается усиление режима в травмпункте. 44 перелома, 46 ушибов, ДТП. Наложено больше 50 повязок гипсовых. Советуем выбирать правильную обувь, не пить алкоголь и будьте аккуратнее. В столице жители частных домов остались без света. Сильный ветер оборвал электролинии. Аварийные службы проводят восстановительные работы в районах Сарарка и Алматы, сообщили в энергетической компании «Астана РЭК». Задействованы 12 оперативных и столько же ремонтных бригад. Электрики работают круглосуточно. На усиленный режим перешли и коммунальщики. С утра на уборку улиц от снега вышли больше 2000 рабочих и свыше 700 единиц спецтехники. В первую очередь они очищают центральные улицы, дороги, по которым ездят общественный транспорт. Вторые сутки в Астане бушует сильный ветер. В социальных сетях жители столицы делятся кадрами последствий стихии. К примеру, ночью во дворе одного из жилых комплексов сдуло беседку. Пострадавших нет, отметили в комментариях. По улице Тавельсасдека часть фасада разбила лобовое стекло припаркованного автомобиля. А на стройке рядом с жилым комплексом Рио-2 упал башенный кран. Шквалистый ветер также сорвал и крышу со здания на правом берегу столицы. По городу разбиты остановки, погнуты. Дорожные знаки треснула облицовка жилых домов. Между тем, в связи с ухудшением погодных условий, сегодня учащиеся с нулевого по девятой классы второй смены переходят на дистанционный формат обучения. Об этом сообщили в столичном управлении образования. Напомню, первая смена сегодня также училась в онлайн формате. А вот по информации Казавтажола, к этому часу возобновлено движение на следующих дорогах республиканского значения. В Актюбинской области участки Самара-Шимкент, Кандага-Шемба-Шалкар-Иргиз. В Акмолинской области открыта трасса Кокшитау-Адбасар-Астана-Петропавловск, Астана-Ерминтау-Шидерте. В Паводарской области уже можно добраться из Астаны в Ерминтау и Шидерте. И в Кустанайской области открыта дорога Жизказган-Петропавловск. Как будет развиваться обстановка на дороге страны дальше, следите в наших выпусках новостей. В Талдыкургане после нескольких лет эксплуатации обвешали современные смарт-остановки. Часть сооружений стоимостью почти 8 миллионов тенге закрыты и недоступны для горожан. А те, что открыты, стали пристанищем для людей без определенного места жительства. Местные власти намерены решить эту проблему. Как? Узнавали наши корреспонденты в регионе. Выбитые окна, покореженные двери, вырванные провода и полная антисанитария. Так сегодня выглядит почти половина умных остановок Талдыкургана. Бесхозные объекты облюбовали местные бомжи, говорят горожане. Построили за миллионы, а проку нет. Все сломано, загажено и делают сами жители. Надо призывать к порядку взрослых и детей, наказывать вандалов и малолетних хулиганов. Контроль нужен. Если бы за объектами присматривали участковые, они бы не стали пристанищем для бомжей. Вечно бардак, вечно сломано. Надо вот что-то принимать, что-то сделать, наверное, или убрать вообще тогда. Сносить злосчастные остановки местные власти не стали. В этом году передали их на пять лет в доверительное управление и выделили 33 миллиона тенге на ремонт. Работы, говорит замокима города Куаныш-Сей-Тимбетов, на четырех объектах уже завершили. Установили нагревательные приборы и кондиционеры. Объекты подключили к системе видеонаблюдения и вмонтировали магнитные замки, которые позволят автоматически открывать двери в 6.30 утра и закрывать их в 10 вечера. Здесь будет зимой тепло, летом прохладно. Для удобства горожан подключили бесплатный Wi-Fi. К слову, всего смарт-остановок в городе 21. В этом году в порядок приведут 12 из них. Оставшиеся 9 отремонтируют в следующем году. Райхан Тажбаева, Шунгас Халиден, Куаныш Тургенбаев, Талдыкурган, 24КЗ. Единые правила обращения в кассационный суд заработают в Казахстане. Соответствующий закон приняли сенаторы. Теперь жалобы будут поступать напрямую в коллегию без предварительного рассмотрения. Изучать их смогут сразу три суди, но не дольше полугода. Это позволит значительно упростить процесс обжалования. Улучшит качество правосудия и повысит доверие к системе, считают разработчики. Кроме того, поправки дают право замгенпрокурору, главному военному и транспортному прокурорам вносить протесты в кассационную инстанцию. Пока такая возможность есть только у главы высшего надзорного органа. Также в стране предлагается сократить срок рассмотрения дел о признании организации экстремистскими с месяца до 10 дней. Напомню, уже с 1 июля 2025 года в стране заработают самостоятельные кассационные суды по уголовным, гражданским и административным делам. Усовершенствовали механизм. Во-первых, самостоятельность создания судов кассационных, допуск к сплошной кассации, о чем люди говорят. Говорят, уберите вы эти фильтры непонятные, дайте нам возможность пройти кассацию третью инстанцию. Это унифицируется правило, то есть все будет одинаково. Что уголовное, что гражданское, что административное дело будет идти по одинаковому процессуальному порядку обжалования. В законном предусмотрен пакет изменений, касающихся порядка рассмотрения уголовных, гражданских и административных дел в кассационной инстанции. Соответствующие поправки связаны с деятельностью трех самостоятельных кассационных судов, которые будут созданы по поручению главы государства в следующем году. В частности, пересмотрены основания, условия, а также сроки рассмотрения дел в кассационном порядке. Вносятся также изменения, призванные укрепить независимость судей и их ответственность. Надеемся, что закон будет способствовать обеспечению прозрачности и оперативности судебных процессов. За грубые нарушения к ответственности с начала года в Казахстане привлекли свыше 20 судей. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Об этом в Сенате рассказала судья Верховного суда Нурия Сесенова. По ее словам, в стране введены новые механизмы привлечения к дисциплинарной ответственности. Теперь служители Фемиды будут наказывать за нарушения при наличии двух условий. Это грубая ошибка из-за недобросовестности и при подтверждении нарушения коллегиальным решением высшего суда. Новшество действует с 1 октября. Что договорились? Об этом грубом нарушении в документе суда высшестоящей инстанции, подписанном коллегиальным составом. В мошенничестве, вернее в мошенничеством хищения 115 миллионов тенге подозревают руководители корпоративного фонда ШГС Казахстанского общества глухих, сообщили в антикоррупционной службе. Глава фонда завладела бюджетными средствами, перечислив их на свой карточный счет под видом оказанных услуг сурдоперевода. Специалистами жестового языка. По данному факту сейчас ведется расследование. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции, частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда. Казахстан Айтуаром Кошмамбетовым Добрый день, спасибо, что пришли к нам в студию. Скажите, пожалуйста, вот почему у нас зрела такая необходимость именно сейчас вот лицензировать частные детские сады? Здравствуйте. На самом деле этот вопрос уже давно обсуждается. И с 2010 года, когда внедрена была программа Балапан, частные детские сады активно начали работать. И вот из озвученных 11 тысяч детских садов, почти половина, даже чуть-чуть больше, возможно, это частные сады. И если миллион детей ходит в детский сад, то больше 500 тысяч это в частные детские сады. Вместе с тем, очень много разных вопросов сейчас обсуждается. По статистике нарушений, и особенно грубых нарушений, больше в государственных детских садах. Так даже. Да, но почему-то в СМИ и в других социальных сетях больше обсуждается, когда это происходит в частных. Это неравенство, это такое неравное отношение, возможно, продиктовано отношением людей, которые ожидают всего бесплатно, качественного образования и так далее. Но когда это частные, они, видимо, платят деньги, и у них более требовательные отношения. Когда государственные, они там меньшую сумму платят, и, видимо, из-за этого у них... Айтуар, ну скажите, разве это не справедливо? Если человек платит свои кровно заработанные деньги, он и должен ожидать высокое качество, скажем так, сервиса и услуг? Совершенно верно. Но этими отличается рынок. Он диктует свои условия, то есть человек идет туда, куда ему нравится. Он платит туда, где ему удобно, выгодно. Более того, социальные детские сады, они исполняют не только роль бизнеса, да, то есть заработок, а именно социальную важную роль они наших детей воспитывают, пока мы находимся на работе. И государство нашло партнеров в лице частных детских садов, которым дало возможность в свое время инвестировать в это и заработать. Но вместе с тем правила игры довольно нечестные. Если говорить о подышевом финансировании, оно не предусматривает никакой прибыли для частного детского сада. Это только компенсация питания и заработной платы воспитателей. Мы понимаем, что никто не готов этим бизнесом заниматься. В связи с чем частные детские сады вынуждены дополнительные кружки открывать, английский язык, карате, еще что-то, и на этом зарабатывать. Но мы понимаем, что так долго не продержится. И система такая, что сейчас ужесточая требования, называя это лицензией и так далее, мы, возможно, сужаем рынок. И здесь тоже определенные вопросы, могут сады закрыться. А у государства есть ли бюджетные средства открывать? Все мы понимаем, что в бюджете сейчас очень большие проблемы. Скажите, вот в этой связи, как будет проходить вот эта процедура лицензирования? И не будет ли опасений, что большая часть вот этих детских садов просто закроется? Сама процедура нам еще не презентована. Министерство просвещения предлагает начать этот процесс с 26-27 года. И сейчас мы ожидаем то, что... Сейчас и так определенные жесткие требования со стороны СССР, ЧСР, чтобы получить подушевое финансирование, ежемесячно детский сад подтверждает свое соответствие. А лицензия это предусмотрит вход на рынок, то есть первоначальный. Поэтому, ну, лично мое мнение и мнение партии республика, что нет необходимости внедрять лицензирование, так как мы и так контролируем почти весь рынок за счет того, что мы вносим подушевое финансирование. И ежедневно в любой момент можно мониторить, контролировать. Я думаю, что это больше, наверное, как говорят, с больной головы на здоровую. Государственный орган не может правильно выстроить работу по контролю, по организации этой работы. И здесь уже вопросы к местным исполнительным органам, как и МАТОМ, и к министерству, почему они сейчас... Называя лицензией, мы внедряем тот документ, который был отменен много лет назад. А много лет назад, вот в 2008-2009 год, больше половины рынка была в тени. Ну, то есть, как бы, здесь нет логики. Более того, мы видим, что рынок либеризуется во всех сферах, сейчас уже везде снижается количество лицензий. Если вспоминать, то раньше намного что надо было получать лицензию? Туризм, да, там, турагентство, еще что-то там, вплоть до кафе, да. А сейчас другое время. Мы должны стимулировать людей зарабатывать самим, находить рабочие места, производить рабочие места, производить какой-то продукт или услугу. Вместе с тем, государство, инициируя новые лицензии, она чуть вот эту политику дискредитирует. И мы отходим назад, возвращаемся. Вообще интересно звучит, да, детский сад и рынок. Все-таки мы отдаем, да, детские сады на, скажем так, в рыночную сферу деятельности, да? Ну, знаете, и сферы, там, услуг медицинских, и, там, питание, которое мы ежедневно кушаем, и детей, детей наши, и мы с вами, и транспорт, такси, там, автобусы. Это все сейчас не лицензируется. То есть мы отдаем рынок, но надо контролировать. В этом и заключается суть. Госорган должен знать узловые точки, понимать, как это проверять. Например, детские сады в прошлый год, их там около пяти тысяч, каждый детский сад был проверен со стороны прокуратуры, со стороны Министерства образования, СЭС, ЧС. То есть, представляете себе, этот круг, каждый из них несколько проверок прошел. Налоговые органы, ну, этот фильтр же мы прошли, как они проходят? Другое дело, может быть, государственные органы неправильно это проверяют. И завтра, когда будет лицензия, есть ли гарантия, что будут качественно те же люди проверять? То есть здесь можно усмотреть какую-то коррупционную составляющую? Конечно, конечно. И смена названия лицензии, или аккредитация, или соответствия критериям, она не меняет сущности. Мы смотрим на форму, а надо посмотреть по существу, как мы можем повлиять на то, чтобы детские сады становились лучше. Вот это другой вопрос. Как мы можем простимулировать их, как мы можем про развитие, да? Вообще, наша позиция, наша партия, и вот моя личная, что мы не должны создавать очень много государственных организаций. В том числе и больницы, и детские сады, и школы, и спортивные объекты. Почему? Объясню. Каждый спортивный объект или там школа, она требует капитальных затрат. Потом мы наполняем это учителями, потом мы должны ежемесячно спонсировать это из бюджета. Она ничего нам не приносит, но это же на будущее колоссальные затраты. А представьте себе, когда частник приходит сам открыт за свои деньги. Мы ему даем плату за каждого ученика, и на выходе мы получаем качественный продукт. Мы можем контролировать это финансово. Дашь деньги, получай, ну то есть соответствующим критериям даем деньги. То есть вот эти взаимоотношения. И есть то, что мы пропагандируем, что государство должно максимально выходить из экономики, из социалки, из силов. Я понимаю, о чем вы говорите по поводу того, что якобы в частных детсадах качество, ну скажем так, воспитания, условно говоря, отношения к детям должно быть куда выше, чем в государственных. Я так понимаю? Она регулируется рынком. Если там будет плохое воспитание, то люди туда просто не пойдут. Как кафе, например. Вам не понравилась еда, кто-то отравился? Я думаю, что там поставили одну звезду, и мало кто туда придет. Но так государственных кафе и не существует? Существует. Есть? Сколько мне интересных. Есть санаторий, существует и гостиницы. И вот с этим мы боремся. Сейчас мы ищем варианты, как это закрыть все. То есть очень много вещей, где государство конкурирует с бизнесом. А в данном случае, да, у нас восприятие такое, что вот государственное хорошее, частное плохое. На самом деле, это уже догма, которую мы должны ломать. Ну хорошо, Айтуар. Давайте тогда подытожим и слегка спрогнозируем на будущее. Когда государственные, либо частные, либо государственные и частные детские сады будут, скажем так, работать высококачественно? Они будут работать тогда, когда наши государственные органы и институты начнут работать качественно. То есть контролировать, проверять процесс. И это не зависит от того, как будет называться лицензия, аттестация, еще что-то. И второе, родители тоже должны в этом процессе участвовать. Они должны давать обратную связь, на что должны органы оперативно реагировать. Этот процесс устаканился, например, на примере рынка стоматологии. Раньше они были все государственные, сейчас все практически частные. И никто же не жалует, что стоматологии плохие, и надо закрыть. Все мы пользуемся этими услугами. Кто-то бесплатно через ФОМС, кто-то платно. Вот, пожалуйста, рынок, он развился, он показал, как можно сделать. То есть, получается, вы предлагаете, что все детские сады отдать в частные руки? Нет, я не предлагаю закрывать государственные детские сады. Где-то они нужны. Например, в населенном пункте, если нет детского сада частного, тогда, конечно, государство должно этим позаботиться. Если нет инвестора, который готов открыть. Но в будущем государству нет необходимости вкладывать колоссальные средства в социальные объекты, если это уже интересно бизнесу. Бизнес же заработает людям себе деньги, рабочие места заплатит налоги. И в будущем построит еще один или два, три, десять детских садов. И это же прекрасно. Государству не надо заботиться о большой проблеме. Они находят партнера в лице человека, который решает социальный вопрос в том числе. Когда планируют повсеместно ввести лицензирование? По предложению министра он озвучил сроки 26-27 год. Некоторые депутаты это поддерживают. Но я думаю, это будет еще широкое обсуждение, потому что этот закон еще концептуально не поддержан. Есть очень много вопросов и внутри закона. Я думаю, мы будем еще обсуждать. Это будет поэтапно или вообще будет, не будет. Поэтому все впереди. Это будет обсуждаться только в стенах Можелиса? Или же это будут какие-то общественные слушания? Конечно же, даже в рамках рабочей группы Можелиса могут принять участие профессиональное сообщество, непосредственно сами детские сады, как государственные, так и частные управления образования регионов. Мы всех вовлекаем, мы всех приглашаем. И любой желающий может, например, мне лично написать или со мной связаться и сообщить свое мнение по этому поводу. Нам интересна эта позиция, но в целом мы не поддерживаем ужесточение контроля в части того, чтобы новый документ появился. Понимаете, лицензия это такая штука, которую ты можешь дать, а можешь отозвать. И она в едином моменте решает право заниматься деятельностью. А когда определенные критерии прописаны, ты можешь их исправить. Разные критерии могут быть. Одно дело, когда ребенок отравился в детском саду, а другое, когда там коврик не соответствует. Но это тоже может быть основанием для отзыва лицензии. И здесь могут быть манипуляции. Здесь есть человеческий фактор. Вот этого мы и боимся. Ну что ж, будем надеяться, что эта процедура будет, скажем так, пройдет для детских садов безболезненно. Будем надеяться, что наши дети будут воспитываться в достаточно качественных детских садах. Не будут, скажем так, травиться. Будет качественное питание, будет качественное воспитание. В общем, сервис, услуга. Это же, я считаю, что детский сад, это предоставление и сервиса, и услуги. Совершенно верно. Спасибо вам за беседу. Я напомню, с нами в студии был депутат Мажориса парламента Айтуар Кошмамбетов. Вам хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Вы смотрите новости на 24КЗ. С вами Арстан Балтин. Мы продолжаем. Члены Центральной избирательной комиссии Казахстана впервые приняли участие в качестве наблюдателей на президентских выборах в США. Делегация под руководством главы ЦИК Нурлана Абдирова посетила Соединенные Штаты по приглашению американских коллег. Наблюдатели побывали на избирательных участках в Вашингтоне и в штате Мэриленд. В ходе визита стороны обсудили предстоящие направления работы и обмен опытом между Центральными избирательными комиссиями двух стран. По словам Нурлана Абдирова, некоторые технологии и методы, применяемые в США, отличаются от казахстанских. К примеру, здесь федеральная комиссия занимается финансированием выборов, а сама компания проводится другой организацией. Также на избирательных участках широко внедрена электронная система голосования. Конечно, мы обращаем внимание на многие моменты, так как от штата к штату есть различия. Здесь также налажена учебная работа. У нас тоже есть своя система обучения, которой мы занимаемся. Поэтому мы учтем методы, используемые здесь. Между тем, мировые лидеры и политики поздравили республиканца Дональда Трампа с победой на выборах в США. Президент Казахстана Хасамжом Артокаев также направил сообщение по случаю убедительной победы. Президент Турции поздравил Трампа по телефону и пожелал развития сотрудничества между Турцией и США. Посты в соцсетях опубликовали президенты Франции, премьер-министры Израиля, Великобритании, Индии и Венгрии. Свою поддержку Трампу также выразили генсек НАТО Марк Риуте, генсек ООН Антонио Гутерриша, председатели Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие. Политики выразили надежду на дальнейшее развитие и укрепление связи с США. А вот американский фондовый рынок сразу среагировал на итоги выборов президента США уверенным ростом. Основные биржевые индексы на фоне новости о победе Трампа выросли в среднем на 3%. А также наблюдается устойчивый рост акций. Цены бумаги Nvidia, одного из крупнейших производителей чипов, подорожали почти на 4%, что, в свою очередь, позволило компании обогнать Apple и стать самой дорогой компанией в мире. Сейчас ее рыночная стоимость оценивается в 3 триллиона 570 миллиардов долларов. По мнению экспертов, такая реакция рынка связана с предвыборными обещаниями самого Трампа, которые включают в себя планы по снижению корпоративных налогов и более гибкой промышленной политики. Ну а сейчас эфир 24КЗ продолжит брифинг службы центральных коммуникаций. Я передаю слово коллеге Гульден. Рахмет Арстан. 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 9 айын қорытынсына келетін болсақ, жыл басынан бері 531 тонны өсімдік майы өндірілген болатын. Бұл өткен жылдың ұсас кезеңмен салыстырағанда 8%-а жоғары. Казырға уақытта қант өндіру бойынша 4 зауды степ жұмыс жасап тұр. 2023 жылы біздің жалпы, ішкі нарықтың қант қазеген қажеттілігі 507 тонның құраған болатын. Олның 44%-ді отандық 11 арқылы біз қантамасы сеттік. Оның 13%-і біз отандық шекзат, яғни қант қызылшасының қайта өңдеу көлемі арқылы қантамасы сеткен болатын біз. Енді осы қант қа деген жоғарғы импортқа деген тәуелділікті мәселесінің шешу мақсатында қазір кезде министрілікпен көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Сон үшінде қант қызылшасының өсіруге арналған субсидиялардың мөлшері 25%-ден 50%-ға ұшарбарқылық техникасының нормативі көтерілген болатын. Қант қызылшасының қайта өңдеуге берілген кезегі субсидиялау нормативі 15 тенгеден 25 тенгеге көтерілген болатын. Жалпы сонымен бірге отандық өндіріскегі импортқа тәуелелікті ескере отырып, біз 300 мұн тонны қант құрағын бар салығын төлеме үшкін арқа әкелу бойынша Евразиялық одақ шыңберінде келісіміміз бар. Жалпы осы 2024 жылдың 9 айының қордыңдысы бойынша 18 мұн тонныға жуын қант қызылшасынан жасалған қант өндірілді. Бұл өткен жылдығы көрсеткішмен салыстырғанда 58 пайызға жоғары. Жалпы қазіргі кезде осы қант өндірісі мәселесі өте кең бұқарала қпарат құралдарында да тарап жатыр бұл мәселе өте өзекті. Қазіргі кезде әрине көптеген мәселелер бар бұл салада. Жалпы бұл қазіргі кезде біз егі салқаптарын 25 мүн гектарға жеткізге болатынмыз. Орташа өнімділікте 436 тонныға дейін жеткізілді. Бұл әрине біріншіден осы шаруалардың қолданылған агротехнологияға байланысты, табиғи еклеміліктің жадайының қолайлығына байланысты, бұл 1,2 миллион тонныға жоқ қант қылышасын жинау жоспарланып отыр. Бүгінгі күнде бізде қант қылышасын өндіу мен айналысадын 3 сауыт, меркез ауыты, ақсу және көксу зауыттары осы өзіміздің жаңа өнімнен жиналған қант қылышасын қабылдау жұмыстары жасалып жатыр. Бүгінгі күнде 635 мүн тонны қант қылышасы 3 сауытпен қабылданды. Оларын үшінде көксу зауыты 184 мүн тонны қабылдады, ақсу 229 мүн тонны, және меркей 222 мүн тонны қабылдады. Жалпы бұйылғы жылы бізде 120 мүн тонныға жуық қант өндіреміз деп жоспарлап отырмыз. Бүгінгі күні осы мақсатқа 25,8 млрд тенге қаражат бөлінді. Бұл осы біздің зауыттарының айналым қаражатын толықтырып, біздің шарбалардан олардың өсірген қант қылышасын сатып алуға төленетін, өзерін төлемдерін жүзеге асыруға бағытталған. Одан бөлек қазір кезде 25,6 млрд тенгені осы республикалық бюджеттен субсидияға бөлі бойынша жұмыстарда жасалып жатыр. Енді келесі мал шарбашылығы өнімдерін өңдеудегі негізгі бағыттарға тұқталғым келіп отыр. Бұлардың бағыттардың негізгілері болып, сүт және 7 өңдеу саласы болып табылады. Сүт өңдеудеге жалпы бізде еліміз бойынша 130 кәсі борын бар. Сүт өңдеудегі олардың жалпы қуаттылығы 2,7 млн тонның құрайды. Өткен жылдың қорытындысы бойынша 77 пайыз құрады олардың жүктемелсі. 23 жылы жалпы 2,1 млн тонның сүт өңделді. Өткен жыл мен салыстырағанда 13,6 пайыз құрады. Бұйылғы жылдың 9 айлық қорытындысы бойынша біздер 464 млн тонны өңделген сүт өңдірдік. 24 млн тонны сарымай, 37 млн тонны үрімшікпен сүзбе өңімдеріні өңдірген болатын біз. Жалпы айтатын болсақ, сүт өңдер кәсібінде оң динамикі байқалады. Енді бізде бұл салада да мәселе бар, оны айта өту керек. Қазірі кезде өте көп, үшкін арықта сүт өніндерінің импорттының көлемінің артыуы байқалып отыр. Жалпы осы импорт алмасу, импортті алмастыру мақсатында бізде қазірі кезде солтүстік Қазақстан облысының тәжіребесінің тераждау бойынша үлкен бағдарлама жүзіге асып жатыр. Яғни 2 бұтын онын 5 паез бен арзандатылған жаңағыдай несей берілет. Осы 23 жылы 65 сүттаварлы фермісі іске қосылған болатын. 24 жылға жалпы бюджетте 100 миллиард тенге осы шараға қарастырылған. Енді 7 өнер кәсібіне келетін болсақ, жалпы қазірі кезде бізде 210 кәсіб орын қызмет атқарады. Олардың жалпы қуаттылығы 400 мүм тонның құрайды. Өткен жылының қортынсы бойынша олардың орташа жүксімелігі 54 паезды құрады. Қазір кезде әрине мал шаруашылығы бағытында осы біздің қайтауын деу кәсіб орындарының жүксімесіні толығы мен қамытамасы ету үшін. Мал шаруашылығында өте көптеген жұмыстар жасылып жатыр. Үрі қарамалының санының көбейту бойынша, олардың өнімділігін арты тұру бойынша, одан бөлек біз сұртқына арқа шекізат ретінде кетпес үшін квоты еңізген болатын біз. Үрі қарамалыды біз экспортін шектеп қазіргі кезде 21 жылдан бері осы квоты мен экспортқа шығарып жатырмыз. Енді мал шаруашылығын қайта өңдеу саласындағы тағыда бізекті саланың бірі бұл тері және жүн өңдеу өнеркасыбын айтуға болады. Қазіргі кезде үрі қарамалы терісіні өңдеу өңдеу қасыборын бар бізде жүн өңдеу 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 қасыборын бар. Жалпы үрі қарамалы терісіні өңдеу қасыборындарының жалпы қуаты үшпүтінің үш миллион дананы құрайды. Жалпы өткен жылдың қорытынсы бойынша оның жүктеумесі 6%-ді құрады. Жүнге келетін болсақ бізде 28.000 тонны жүнді қайтау өңдеу жалпы қуаттылығымыз бар. Өткен жылдың қорытынсы бойынша 26%-ді құраған болатын біздің орташа өңдеу жүктеумелік. Жалпы осы мәселені шешу мақсатында біз әлемдік тәжіребенінде зерттеу жұмыстарын, зерделу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Өткен қазан айында мемлекет башысыны Монголия еліне сапар барысында сол елмен біз меморандумға отырған болатын біз аталған Монголия елінің осы жүн, және тері қайтау өңдеу өнеркәсіпіндегі жеткен жетістіктерін тәжіребесін көреу отырып, сол елдің тәжіребесін бізге алп келу бойынша, сол сағадар қызмет әтқаратын мамандардан біздің еліміздегі мамандарды үйрету бойынша, осы меморандумда бірнеше тармақтар көзделген болатын. Жалпы, ағымдағы жылдың әнді 9 айының қортындысы бойынша мен қысқаша жоғарды айта бөтірген болатынмын, бірақ та енді негізгі біздің өнімдерінге тоқталып кеткін келіп отыр. 9 айының қортындысы бойынша азық тілігі өнімдерінің өндірі көлемі 2.4 триллион тенгені құрады, өткен жүзімен салыстырғанда бұрын 0.8 пайызға жоғары. Соларын ішінде қандай таварларға біз өсім байқадық бұл ең алдымен өңделген үрімшікпен сүзбе бойынша 9.9 пайыз, ашылған сүт өнімдері бойынша 4.4 пайыз, сар май бойынша 2.1 пайыз, өңделген сүт 0.2 пайызға, қант қылышасынан алыңған қант 57 пайызға, өсімдік майы бойынша 8 пайызға өсім байқалды. Жалпы біз мемлекет башысының тапсырмасы бар, біздің алдымызда ауылшарбашылығындағы өңделген өнімдердің 70 пайызына жоғын біз мүндетті дөзерде қайықта өңделуге көшуіміз керек. Осы тапсырманы орындау мақсатында 24 жылының маусымайында ауылшарбашылығы өнімдерінің өңделі дамыту жөндегі 24-28 жылыға арналған кешенді жоспар бектілген болатын. Бұл кешенді жоспарын үшінде бірнеше көрсеткіштер қарастырылған, соның үшінде қайтауын деу кәсіп орындарын арзан шекізатпен қамытамасы сету, негізгі және айналым қаражеттармен толықтыру, жәнеде жаңа нарықтарда ашу үшін қайтауын деуген өнімдердің экспорттық әліуетін артыру. Жалпы ұсты кешенді жоспарын берінде 28 инвестициялық жоба қарастырылған болатын, біз ұсты 5 жыл ұшінде ауылшаруашылық өнімдерінің барлығын қайтауын деу көлемін 70%-ға дейін жеткізу бойынша индикатор көрсетілген. Сонымен қадзар 27 жылы тамағу ұнымдерінің өндірі көлемі бір бұтын ұнын түртісіге арту көзделген және жалпы ұсты салыға тартылатын инвестициялардың көлемі 28 жылы бір триллионға жеткізу бойынша көрсеткір көрсетілген. Менің баяндамам аяқталды. Назарларыңызға рахметті. Рахметті. Назгүл ханым баяндамамыз ұшін. Рахметті. Назарларыңызға рахметті. Сложностей ситуацией оказались автолюбители в разных регионах. Подробнее о спасательных операциях в нашем следующем материале. В Хромтауском районе Актюбинской области двое мужчин заблудились, пытаясь найти скот во время сильной метели. На помощь фермерам пришли спасатели, эвакуировав застрявший в сугробе автомобиль. Позже сотрудники МЧС обнаружили еще одну машину с двумя пассажирами. Еще одного заблудившегося пастуха удалось найти возле поселка Куршысай-Близактубе. Всего за минувшие сутки в регионе спасли шесть человек и доставили в безопасные места свыше 40 жителей. За минувшие сутки в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий подразделениями ДЧС совершено 23 выезда, где были задействованы порядка 200 сотрудников и более 40 единиц техники. А в Асакаровском районе Каргандинской области из снежного плена спасли семерых человек, пять из них – дети. Автомобиль с людьми застрял в десяти километрах от села Степное. Им на помощь приехали спасатели и сопроводили машину до ближайшего населенного пункта. В Каргандинской области продолжает бушевать сильный ветер. В областном центре сорваны крыши с девяти многоэтажных домов. Часть улиц осталась без света. Бригады электромонтеров переведены на усиленный режим работы. По данным Казавтожол, сейчас все дороги областного и республиканского значения открыты. Тем не менее, спасатели призывают казахстанцев не выезжать из населенных пунктов во время непогоды. Амир Хайдаров, 24КЗ. Между тем, 90 человек числятся пока пропавшими без вести в результате наводнений в Испании. Среди них только те, об исчезновении которых сообщили члены их семей. Они предоставили личную информацию и биологические образцы для идентификации разыскиваемых. Поэтому власти не исключают, что пропавших может быть значительно больше. Предположительно, многие из них остаются под завалами домов, остальных могло унести в море. К поискам людей привлекли армию. Сейчас военные осматривают паркинги, гаражи и пляжи в Валенсии. Отмечу, сильные ливни, которые обрушились на Испанию, неделю назад привели к разрушительным наводнениям. Жертвами стали 217 человек. Стихийное бедствие признали сильнейшим в Европе за последние 57 лет. В это время жители, пострадавших от наводнений регионов Испании, возвращаются в свои дома. Сильнее всего от удара стихии пострадала, я напомню, в Валенсии. Там больше всего разрушений и жертв. Поисково-спасательные работы продолжаются. Подробнее прямо сейчас. Жители небольшого города УТЛ приступили к восстановлению своих домов после разрушительного наводнения. Несмотря на то, что в пострадавших регионах круглосуточно трудятся тысячи полицейских, военнослужащих и волонтеров, местное население также делает все возможное для скорейшего возвращения домой. Вместе они убирают улицы и ремонтируют поврежденные дома. Работы много. Многобурные потоки воды принесли горы, грязи и мусора. По данным местных властей, чтобы вернуть улицам и инфраструктуре прежний облик, потребуется много времени. Мы пришли сюда добровольно, чтобы помочь нашим знакомым восстановить магазин. Убрать ненужный хлам и расчистить место для полок, чтобы их можно было потом повесить обратно. Мы делаем все, что в наших силах, потому что они очень добрые люди. Мы надеемся, что они скоро восстановятся и снова откроют магазин. Наводнение, унесшее жизни по меньшей мере 217 человек, власти уже признали сильнейшим в Европе за последние 57 лет. Десятки жителей все еще числятся пропавшими без вести. Стихия сильно повредила не только городскую инфраструктуру, но и затопила сельскохозяйственные угодья. 59-летний Мануэль Муниос всю жизнь прожил в городе Утиэль. Наводнение уничтожило два его автомобиля и весь урожай. Дождь начался около 6 часов утра, что совершенно отличалось от обычного дождя здесь. Обычно дождь редкий и слабый, но в тот день это был настоящий ливень с сильным ветром. Казалось, что на нас непрерывно льют воду. Дождь никак не прекращался. Это было так ужасно. Отмечу, что Валенсия – третий по числу жителей город Испании после Мадрида и Барселоны. На сегодня там проживает свыше 780 тысяч человек. Власти испанского региона, сильнее всего пострадавшего от смертоносного наводнения, запросили у правительства 31 миллиард евро на восстановление городской инфраструктуры. Осель Абдукалыкова, 24КИЗЭД. Из Испании мы перенесемся в Казахстан к другой беде. Почти 2000 человек пострадали от укусов бродячих собак в западно-казахстанской области. Последний такой случай произошел совсем недавно. Агрессивные животные покусали ребенка. Кроме того, они стали нападать и на домашний скот. Подробности у Альбины Кумаргалиевой. Стая бродячих собак стали привычной картиной в Уральске. Лаем и отнюдь нерадостным встречают четвероногие друзья, идущих мимо людей. Больше всего страдают от животных дети. Последний злосчастный случай произошел в Аксайе. Прямо на детской площадке на пятилетнюю девочку напали бродячие псы. С множественными ранами малышку госпитализировали. По словам мамы Алии Марленовой, все произошло внезапно. Моя дочь играла на детской площадке. Через некоторое время мне сообщили, что на ребенка напали собаки. Я сразу выбежала на улицу и увидела дочь в крови. Надо решать проблему бродячих собак. Я весь вечер плакала. Берегите своих детей. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. А с начала года в травмпункты обратились 1900 человек. После каждого такого случая, говорят врачи, необходимо пройти обязательный курс лечения. Вакцина считается единственным методом профилактики и лечения беченства. Если при заражении, если не получал человек, здесь 100% доказано, что будет смертельный исход. Если собака неизвестна, если собака страдает или другие хищники страдают бешенством, надо получать. Они землю копали, доску прогрызли и прошли. Исен Гильдайд Мухамбетов до сих пор в шоковом состоянии. И уже не в силах сосчитать, сколько живых овец осталось в хозяйстве. Только недавно их было 150. Накануне утром он вышел покормить животных и увидел жуткую картину. Десятки мертвых туш. Это уже второе нападение на домашний скот за месяц. Ущерб, по словам фермера, превысил 7 миллионов тенге. Власти города не ведут борьбу с бродящими собаками. Эти собаки такие очень серьезные, большие. Мы их здесь поймали, они кидаются на решетку. Здоровые они. Они килограмм по 40-45. Собак отловили и разместили в пункте временного размещения. После наблюдения животных усыпят. Согласно закону, такие манипуляции допустимы в рамках обращения и жалоб граждан. В основном бродяга стерилизуют и снова отпускают на улицу. Однако в том, что собаки оказываются на улице, виноваты люди, рассказал руководитель отдела управления ветеринарией Берег и Ралиев. С начала года по области отловлено более 5000 бродячих собак и кошек. Из них более 3000 уже биостерилизацию прошли и выпущены обратно в среду обитания. Остальные 2500 умерщены согласно обращениям граждан в связи с агрессией. Бродячие животные, да, они в основном из-за голода. Кроме того, у нас это почему численность большая. У нас вокруг города много дачных обществ. В зимнее время многие избавляются от этих собак. И они поэтому все бегут в город, где есть пища. Подсчитать точное количество бесхозных собак в регионе достаточно сложно, ведь государственного приюта для них нет. В области всего 12 пунктов временного содержания, расположенных при ветстанциях. Поэтому сейчас в профильном ведомстве разрабатывают проектно-сметную документацию для строительства помещения для бездомных животных. Тем временем жителям региона стоит научиться ответственному содержанию собак. Альбина Кумаргалеева, Ербул Миндагалиев, 24КИЗ, Уральск. Опухоль мозга удалили пятимесячной девочке в Астане. Недуг был врожденный, но диагностировали его только после обострения. Уникальную операцию провели в Национальном центре нейрохирургии. Она длилась больше часа. Все это время жизнь ребенка находилась под угрозой. Тем не менее, с задачей врачи справились успешно. Малышку уже перевели в палату. Состояние у нее стабильное, а слух восстанавливается. Медики продолжают наблюдение. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня. Берегите себя. Увидимся обязательно. Субтитры создавал DimaTorzok